Ребята, всем привет! Это я, Алексей Конов, гимнаст и артист цирка Дюсселей. Суббота, по традиции, 10.00 по киевскому времени. Я выхожу в прямой эфир, чтобы ответить на ваши вопросы. Привет, Малимон Коач. Всем привет, ребята! Приветствую вас, раз что вы подключаетесь. Я, по традиции, здесь, 10.00 по киевскому времени, чтобы отвечать на ваши вопросы, поговорить немножко о спорте, о гимнастике, о жизни. Формат вопрос-ответ. Вы можете задавать любые вопросы. Я учусь отвечать, искренне отвечать, так как есть. Вы смело учитесь задавать правильные вопросы, получать на них ответы. Вопросы можно задавать любые. Больше всего, конечно, у меня ответов будет в категории гимнастика, тренировки собственным весом тела, общая физическая подготовка, что является частью гимнастики, и реабилитация, восстановление, то, что является частью моей жизни как профессионального спортсмена, потому что прохожу через травмы, и травмы считаю частью спортивной игры. Вот. Конечно, можете задавать и другие вопросы, но если у меня не будет ответа, я возьму за собой право пропустить вопрос или сказать, что нет такого опыта. Вот. Ну и, конечно, не обещаю, что буду вам нравиться. Вот я есть такой, какой и есть. Так что смело задавайте вопросы. В эфире я буду 30 минут. Наушники рядом. Если кто-то вдруг захочет разделить со мной экран, выйти в прямой эфир и задать вопрос с глазу на глаз, прийти ко мне в гости. Вот. Я вообще буду очень рад. Искренне вас подключу, и мы очень душевно поболтаем. Это точно. Вот. Кто хочет подключиться, подключайтесь. Я сделаю глоточек кофе, а вы пока пишите вопросы. Вопросы пишите сейчас, потому что я буду в эфире недолго, и время очень быстро летит. И мне хочется говорить о том, что интересно вам, а не о том, что интересно мне. Д.Д. Слабые кисти рук, как подкрепить? Ну, все просто упражнениями. Вообще, то, на что мы воздействуем, то становится сильнее. Вот. И если вам нужно укрепить плечи, вы делаете упражнения на плечи. Вы даете им нагрузку. Они офигевают сначала, потом вы ложитесь спать. Они восстанавливаются до прежнего уровня. И немножечко про запас. Думая о том, что вдруг вы такое отморожены, что повторите эту нагрузку. Поэтому я немножко и на запас восстановлюсь. И тогда мне этот отмороженный хозяин будет нипочем. Так же и с кистями. Если кисти слабые, нужно побольше на них стоять. Сейчас идет марафон. Стартанул на этой неделе. Стойка на руках за 21 день. И ребята там уже стоят в полную силу. Возможно, вы с марафона. Если вы с марафона, стойте, тренируйтесь. Я ребятам говорю на марафоне, что цель не сделать идеально каждое упражнение. Не сделать одну тренировку максимально клевой. А просто пройти тренировочную программу. Полностью, полностью проработать объем тренировочный. Именно это дает результат. Вы все это знаете. Но, блин, всегда хочется какой-то волшебной штуки. Мне тоже хочется, которая быстро все решит. Так, как ваши дела? У меня дела хорошо. Хорошо дела. Почему хорошо? Кстати, одна из фишек. Вика говорит, делись, короче, этими фишками. У меня есть там определенный ритуал. Я стараюсь работать над собой, чтобы как бы не киснуть и развиваться немножко. И вот один из ритуалов, который сейчас он как-то так модифицировался в упражнение, которое помогает поднять настроение. Это, в общем, похоже на медитацию. В чем фишка? В том, что у нас есть прежний опыт. И есть что-то негативное, что не получалось. И есть что-то позитивное, что получалось. Вот из того, что не получалось, нужно вытаскивать опыт и забывать за это. А то, что получалось, победы и достижения, они, их нужно сохранять, выписывать, знать их. И на базе этих побед, своих личных, а у каждого в жизни было масса побед, просто мы как-то быстро это забываем. На базе этих побед ты строишь свою уверенность в себе и хорошее настроение, прорабатывая, вспоминая их каждый день. Упражнение нужно три, вспомнить три своей победы, так, секунд по 30, да, промыслить, вспомнить, как это было, что чувствовал, что видел во время этого. Вот, вспоминаешь по очереди первая победа, то, за что ты благодарен, за что тебе, чем ты гордишься, вторая, третья. И потом продумываешь свои три цели. И вот эта энергия, которая собирается от визуализации твоих прошлых побед, ты уже начинаешь чувствовать себя таким приподнятым. Она потом ложится и на визуализацию твоих будущих побед, твоих целей. Ты их тоже прорабатываешь, визуализируешь и от этого поднимается настроение очень сильно. Вот, и поднимается уверенность в себе, а мне кажется, уверенность в себе вообще решает. Вот. Будет ли эффект укрепления, если просто стоять в стойке у стены? Ну, смотрите, в общем, конечно, будет, смотря на каком вы уровне и как долго будет. Мы ко всему адаптируемся, сто процентов. Вот. И в какие условия нас не засунуть, все равно мы адаптируемся. И вот после того, как мы адаптируемся, нам нужно всегда чуточку больше, чтобы мы прогрессировали и росли дальше. Сначала вам будет тяжело стоять у стены, а потом, ну, чуть полегче. Потом, ну, вы скажете, я вообще уже мастер и стою возле стены, вообще легко и на вечеринке можете встать и показать своим друзьям. Вот. И когда вы уже сможете это сделать и без напряга стать в стойку, вот, нужно делать уже что-то чуть-чуть другое, либо чуть-чуть сложнее. Вот. И тогда снова вы вводите организм в состояние стресса, и он снова будет чесать репу и думать, как вас сделать сильнее, чтобы подстроиться под ваши амбиции. Так, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Как увеличить худеющие ноги? Как увеличить худеющие ноги? Дреться 8 лет, занимаясь 15 лет волейболом, а ничего не наросло? Хороший вопрос, кстати. Ну, во-первых, первое. Вчера смотрел на баскетбольную площадку, туда, где я хожу, тренируюсь. Я смотрю на разных ребят, очень много ребят, играют в баскетбол вообще. Ну, и девочки, и мальчики, ну, просто загляденье. Я прихожу туда, и просто от того, что я смотрю на них, у меня уже поднимается настроение. И тоже смотрю у разных людей разные ноги, подлиннее, по форме, разный таз, разные плечи, разная фактура. В очередной раз подумал о том, что, первое, природа нас наградила какой-то комплекцией. Кто-то худощавый, кто-то такой сбитый, да, кто-то немножко полный. У кого-то длиннее ноги, у кого-то короче, у кого-то длиннее руки, у кого-то короче. Это, ну, нормально. Ну, вот мы такие есть от природы, и это нужно принять. Это самое главное. Многие девушки комплексуют, хотят что-то там переделать. Самый, на мой взгляд, такой тяжелый, назову своими словами, тупой вопрос, это как мне убрать мышцы. Как мне убрать мышцы, чтобы что-то там появилась, какая-то щель там, как-то вот они это увидели в инстаграм, у моделей, да, им вот так нужно. Вот, ну, это, конечно, проблема, наверное, нашего времени, того, что нам навязывают какие-то идеалы, и мы забываем про себя, перестаем принимать себя такими, какими мы есть, перестаем получать удовольствие от нашего тела, да, и хотим что-то изменить. Ну, конечно, если у тебя там 35% жировой массы, то менять нужно, да, там ее нужно как-то сделать меньше. Но худощавые ноги, если вы от природы эктоморф, у вас худощавое телосложение, конечно, вы можете укрепить ноги 100%. Что нужно делать? Нужно приседать, нужно делать упражнения с весом, с тяжелым весом, да, то есть вгонять организм в стресс, давать нагрузку такую, нагружать сверху и давать нагрузку такую, чтобы он понял, что худощавых ног недостаточно и начал наращивать мышечную массу. Это все, в принципе, добивается двумя-тремя очень тяжелыми упражнениями. Это становая тяга, приседания и выпады. Все, берите вес, прогрессируйте в весе, да, поднимайте его постепенно, конечно же, вот. И кушайте хорошо, без еды, а мы эктоморфы, я знаю, люди худощавого телосложения, не очень как бы любим так навалиться на тарелку, но нужно, да, нужно хорошо тренироваться с тяжелым весом, чтобы росла мышечная масса и хорошо кушать. Вот если вы с этой задачей справитесь, то мышцы непременно будут расти, потому что это, ну, закон природы. Если вы нагружаете сверху себя весом, вот, то, ну, организм, он рано или поздно нарастит мышечную массу, вот. Но самая проблема какая, то, что мы не используем программ тренировок, мы тренируемся хаотично, да. Есть настроение, пошел потренировался. Думаешь, ну все, я зарядился, я буду так работать каждый день, там, или через день трениться. Потом там, через день есть настроение, пошел потренировался. Потом через день у тебя уже нет настроения, ты там, ну, в лучшем случае, вышел просто на площадку. На четвертый день вообще пятница, забыл, пошел гулять. Так, все, нет прогресса. Прогресс будет, когда ты тренируешься каждый день, когда у тебя есть четкая программа, когда ты понимаешь набор своих упражнений, и в них каждый день набираешь вес, набираешь тоннаж, так называемый. Ты в них прогрессируешь. Это все нужно записывать методично, да, сидеть и, как бы, подходить к этому вопросу серьезно. И все получится. Так, как относитесь к свежевыжатым овощам, овощным сокам? Я, ну, я отношусь хорошо, но я их не пью, вот, потому что нет сейчас высоковыжимальной этой машины. Вот, была в цирке, была машина, использовал. Не могу сказать, что я пил часто эти напитки, вот, но когда была возможность пила. Отношусь, ну, в целом, типа, больше я делю, я написал статью там, я делю все продукты, которые я ем, на три категории. Первая категория зеленые, это полезные, это важные, то, что мне нужно есть. Вот, есть, давайте пример, да, мясо, каша, овощи, фрукты. Есть такие оранжевые или желтые, желтая категория продуктов, которые от них ни хорошо, ни плохо. Ну, вот, просто я, ну, я их могу поесть в качестве удовольствия, но организму моему хорошо не будет этого. Это, например, молоко, например, там, орешки какие-то, семечки, да, ну, то есть, какие-то уже ништяки. Вот, мне, вот туда я, я включу и соки свежевыжатые. Мне от них, как бы, я не думаю, что будет мега хорошо, вот, и не будет мега плохо. Но они вкусные и прикольные. Ну, есть красные продукты, красная категория, это то, чего мне точно будет плохо. Вот, это бургеры, майонезы, пиво, да, вот такие вот продукты, которые, шоколад, тортики, печенюшки. Такие продукты, которые реально, как бы, не нужны моему организму. Они очень-очень вкусные, это ништяки, но чем меньше их будет в моей жизни, тем лучше. Вот, в таком режиме и живу, работая, свежевыжатые соки, я отнесу в категорию желтых продуктов. Я считаю, что лучше съесть яблоко, чем делать из него сок. Лучше съесть морковку, чем делать из нее сок. Чем меньше мы прикладываем руку к продуктам, тем лучше нашему организму. Я так думаю. Мое мнение, мое убеждение. Так, благодарю. Подскажите, пожалуйста, можно ли делать стойки, если есть протрузии и грыжи? Смотрите, с протрузиями и грыжами вопрос на каждом эфире. У меня есть протрузии и грыжи, у вас есть, еще у кого-то есть. Вопрос. Мы о них знаем, потому что нам сказали? Или мы знаем о них, потому что болит? И болит остро? Протрузии и грыжи это, ну, блин, часть нашей жизни. Это говорит о том, что мы что-то делаем неправильно. Они, как правило, появляются от того, что мы мало тренируемся. Я говорил на прошлом эфире, да, что есть два вида боли. Один вид боли это от того, что мы мало тренируемся. Колени начинают болеть, протрузии и грыжи, спина начинает болеть, плечи начинают болеть, голова иногда начинает болеть. От того, что мы увлеклись работой за компьютером, офисной работой, забили на тренировки, мышцы не работают, в суставы не попадает жидкость, кровь не циркулирует быстро, как она должна циркулировать по организму. Организм засыпает, начинает стареть, начинает болеть. Он дает вам сигнал болью о том, что чувак, вставай и иди, двигайся, тебе будет капец. Второй вид боли это когда ты профессиональный спортсмен и делаешь какие-то запредельные нагрузки. Пашешь реально, ну просто капец. Пример, сразу пример. Я сейчас тренируюсь каждый день, потому что моему спортивному телу это необходимо. Но у меня нет как бы тренера сейчас, да. Я не нахожусь на сборах в цирке Дюсселей, я не выступаю в шоу, сейчас мы изолированы. И поэтому вечером у меня тренировка. Напоминаю, тренировки каждый день у меня утром тренировка, вечером я себе делаю тренировку и днем я иногда тоже делаю микротренировки. Вот вечером проходит тренировка, понимаю, что хорошо ввалил. Договорился с собой сейчас на этой неделе, что я просыпаюсь в 7 утра, даю себе поспать там лишний час. Обычно встаю, стараюсь шествовать. Тут договорился, что встаю в 7. В понедельник встаю в 7, вторник встаю в 7, в среду встаю в 7, уже тяжело. В четверг просыпаюсь, ну реально чувствую, что я устал, блин, ну я недовосстановился. У меня сердце бьется, тело ноет. Но я понимаю, что это мое привычное состояние. Вот состояние, так как я в спорте с 4 лет, в гимнастике, это состояние, которое я чувствовал всегда. Сейчас там последний раз на сборах цирки Дюсселей. Ты встаешь, вернее я не встал. Вот в ключевой момент я проснулся, чувствую, что тело болит. Тело болит, сердце чуть-чуть больше ритм, чем обычно. Я понимаю, что я недовосстановился. И я думаю, беру себе час еще дополнительный поспать. Восстанавливаюсь. Так вот в профессиональном спорте я не беру себе час дополнительно поспать. Я встаю, иду снова на тренировку. Потому что там ждет тренер, там ждут результаты. И такие правила игры. Восстановился, не восстановился, тренировка по расписанию. Иногда может тело болеть от переизбытка нагрузки, если ты профессиональный спортсмен. Но, так как большинство из нас, и я сейчас, мы не профессиональные спортсмены, мы любители. Чаще всего наши боли от того, что мы не до тренировки. Мы вообще забиваем на нагрузку. Мы очень сильно работаем головой. Мы думаем, как заработать деньги, как выжить там, как настроить свой быть. Но за тренировки, тренировки все время забиваем. Но организм, он требует этого. И потом, в какой-то момент, он делает вам вот такие сигналы в виде грыж, протрузий, болевых ощущений. И это сигнал того, что нужно поднимать зад и идти на тренировку. Стойка на руках, это фитнесовая программа. Так как я гимнаст, конечно, и артист цирка Дюсли, но я много пробыл в фитнесе. Проводил обучение для фитнес-тренеров по базовой подготовке в Академии фитнеса Украины. И все мои программы, конечно, они такого оздоровительного направления. И, конечно, врываясь в эту программу, вы станете круче, сильнее. Вот, и если у вас грыжи, протрузии, но вы просто об этом знаете, они не болят у вас на уровне капец как больно. То заходите, тренируйтесь и все будет круто. Так, как работать на результат, а не на поддержание? Спасибо. Тренировочная программа. Короткий ответ, чтобы работать на результат, а не на поддержание, нужна тренировочная программа. Нужно... Что такое упражнение? Это как витаминки. Витаминки лучше пропивать курсом. Вы берете одну баночку, не 10 сразу, не 25 сразу, одну баночку. И пропиваете курсом. 10 дней, там, 30 дней. С упражнениями такая же история. Упражнение это витаминки. Вы берете комплекс, который, ну, в идеале уже сформирован, да, там и рабочий. Либо сами его создаете. Не важно, но он должен быть написан на бумаге, точно. И потом делаете этот комплекс регулярно. Это может быть 7 дней цикл, это может быть 10 дней цикл, это может быть месячный цикл, это может быть 6-недельный цикл. Но вы делаете комплекс регулярно, повышая в нем дозировку, нагрузку, чтобы организм получал стресс, адаптировался и адаптировался немножко про запас. Если вы миксуете упражнения, то организм, он, сегодня больше нагрузка, завтра меньше, вам кажется, что в принципе где-то одинаково, но на уровне организма нагрузка будет плавать и он не будет развиваться, расти. Он будет такой, а сегодня больше, завтра меньше, ну, типа, все нормально, как бы, мы в форме, вот, для поддержания. Я в форме для поддержания, но расти смысла нет, потому что, ну, нагрузка не нарастает. Чтобы нарастало, нужно, чтобы все было записано. Примитивный, да, примитивный вам пример. Приседания. 10. Подтягивания. 10. Отжимания. 10. На следующий день пришли. Приседания. 12. Подтягивания. 12. Отжимания. 12. Дошли до 15, сделали два подхода. Снова в двух подходах дошли. Это все фиксируете. Фиксируете на бумаге и видите прогресс, да, видите, что растете. Это, ну, один, один вариант прогрессии нагрузки и развития на результат. Второй вариант, какой есть, применяется в гимнастике, это движение от простого к сложному. Усложнение упражнения, модификации. Когда вы берете простое упражнение и модифицируете его, добавляете, добавляете по одному пол движения и потихонечку развиваетесь. Так мы развиваемся в программе стойка на руках. Я беру простейшее упражнение и добавляю, добавляю, добавляю по лепесточку, да, и таким образом вы развиваетесь в рамках марафона по стойке. По стойке, так, а по спичак, буду проходить обучение. По спичаку у меня есть программа тренировок. Вообще, что такое марафоны? Давайте я вам объясню, что такое марафоны, что такое программы и что такое Коэннов Клаб. Вообще, возвращаемся. Чтобы работать на результат, нужна программа. Так как я в спорте давно, это моя жизнь, я подумал в какой-то момент, что нужно выгружать все свои знания в формат этих программ, пошаговых методичек, как добиваться результата. Я начал выгружать, выгрузил стойка на руках, выгрузил второй уровень стойки на руках, спичак, восстановление колена, потому что была травма колена, восстановление плеча, программа у меня есть, шпагат, программа есть, общая физическая подготовка, несколько уровней. Программа по прессу, это все собранные программы, которые ведут к результату. Они как книжки такие, да, с видео, со всей фигнёй, но ты берёшь её, и она тебе точно говорит, что и как делать, и ты потихонечку развиваешься. Это крутой инструмент, который помогает тебе добиться результата. Но я заметил, что, ну, важный аспект, особенно в саморазвитии, а сейчас все закрыты, все как-то сами пытаются, это всё-таки мотивационная составляющая. Блин, ну, я понял, что не у многих людей хватает запала, да, дисциплины, азарта для того, чтобы открыть программу, как книгу, да, и прочитать её всю, закончить. А что такое тренировки? Тренировки – это стресс, это боль, это тяжело. И каждый день вам на ухо там внутренний голос говорит, оставь это, зачем тебе это надо, ну, что ты там, иди поспи лучше. И многие сдаются. Я понял, что, ну, мотивационная составляющая, очень важная, она, ну, когда есть программа, она, эта программа подходит людям, которые 100% приняли решение, что они хотят этому научиться. Уже внутренне они приняли решение, им нужен только инструмент. Всё, они берут программу, они проходят её. Те люди, которые сомневаются, они скорее откроют эту программу, начнут, как только начнутся тяжёлые тренировки, они её бросят. Поэтому я придумал формат марафона, когда мы все собираемся, есть энергия огромного количества людей, у нас на марафоны собираются там 70-100 человек. И мы вот этой энергией, совместной командной работой, мы все двигаемся по этому марафону, проходя через сложные тренировки, через сложные упражнения. Но мы не можем отступить, потому что нас много, мы все заряжены просто по бешеному. Вот. И каждый, выкладывая своё видео, вкидывает вот эту энергетику, этот задор, этот азарт в общий котёл, и он горит, он работает. И много-много людей, вы можете посмотреть в мои посты, я там каждый месяц выкладываю отчёты от этих марафонов. 10 плюс, 10 плюс людей стабильно становится в стойку на руках, 10 плюс, потому что загрузить в инстаграме могут только 10, а их на самом деле больше людей становится в стойку. Я каждому благодарен за то, что вкинули свою энергию, вкинули свою дисциплину и пришли к результату. Вот марафон, он совмещает в себе мотивационную составляющую, пинок такой, реальный пинок, и программу, мою же программу, которую вы можете там взять без марафона. Вы можете её взять, сами открыть и пройти сами. Можете пройти сами, а можете пройти в группе. Так вот, программа, это такая самостоятельная работа, пошаговая методичка. В группе марафон, это групповая работа, проработка этой программы. По спичаку марафона нет, потому что на самом деле это следующий уровень за стойкой, и не так много людей хотят двигаться там дальше. Но по стойке марафон есть, потому что много людей сейчас хотят пройти марафон. Ну и есть Кононов Клаб, это сообщество, где я собрал все свои материалы, которые у меня есть. Вообще всё, что у меня есть, я собрал в одном месте и сделал доступ по подписке. Вот, если хотите все мои программы, вот прям все, всё, что у меня есть, можете открыть Кононов Клаб себе и получить всё, что есть. Вот, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Чем можно заменить мясо? Хороший вопрос, у меня нет ответа на этот вопрос. Я рассказывал в одном из видео. В прошлом году я посмотрел фильм The Game Change. Это Шварценеггер, Джеки Чан, ещё много крутых чуваков сняли видео о том, что мясо переоценено. И мол, можно не есть мясо вообще и быть крутым атлетом. Меня затронул этот фильм. Но, два момента. Первый, я согласен, что мясо переоценено. То, что наш организм может потреблять, мы съедаем кусок мяса, но он возьмёт там, ну, у каждого своя усвояемость. Да, но там, это 25-30 грамм. У кого-то 20, у кого-то 30, но не больше. А мы, как правило, нам навязали, что мясо это вообще там что-то бешеная история. Нужно есть только мясо, и тогда там у тебя будут бешеные мышцы. Вот. Но, в целом, я думаю, что переоценено. Это первое. Какой прикол в том, что мясо, не мясо, да, белок, он не сохраняется, он не депонируется в организме. Если вы его съели больше, оно не всосётся, да, потому что, ну, всасываем и всё равно чуть-чуть, 20-30 грамм. Вот если вы съели больше, это мясо просто отравляет ваш организм, он закисляет и уходит в унитаз. Вот. Вот. Вы просто тратите деньги на то, чтобы закислить организм. Чуть-чуть организм возьмёт, конечно, но большую часть просто переваривать мясо очень тяжёлая штука для организма. Реально, если на ночь съедаете кусок мяса, ночь будете спать плохо, встанете утром разобранными просто, потому что организм будет это мясо переваривать чуть-чуть тяжело, долго. Вот. Но я не нашёл, вторая важная вещь, вторая важная вещь. Я не нашёл пока как заменить незаменимые аминокислоты без употребления мяса. Вот. В этом фильме ответа я не нашёл. Наверное, как только я найду ответ, как заменить незаменимые аминокислоты, есть в мясе, да, в белке есть аминокислоты. Это такие кирпичики, строительный материал, из которого мы состоим. Белок очень важная штука в нашем теле, это строительный материал. Есть там заменимые аминокислоты, которые может наш организм сам создать этот кирпичик, используя, например, гречку и молоко. Гречка и молоко, там что-то организм какую-то магию делает, и получается аминокислота, которая, хороший кирпичик, который будет для нашего организма подходить, да, и сможем продолжить стройку. Но есть незаменимые кирпичики, незаменимые аминокислоты, которые находятся в мясе, в рыбе, и я не знаю, как пока, вот в этот фильм мне не дал ответ, где их искать, если я не буду есть мясо и рыбу. Поэтому я ем, не наседаю на мясо и рыбу, но ем. Так, а как же вариативность или вы за линейку? 100% вариативность, если мы возвращаемся к тренировочным программам, 100% вариативность. Уляська, у тебя там будильник вырубишь? Нужно уметь работать с программами, линейно развиваться очень тяжело, все равно упретесь в потолок, поэтому есть понятие вариативности, да, или, забыл уже умное там слово, бог с ним, да, когда ты записывая все в тренировочную программу, в тренировочный дневник, ты нагрузку повышаешь, потом немножко понижаешь, повышаешь, понижаешь, но нужно опять же понимать, как это работает. У нас есть некая пирамида физических качеств, да, развития физических качеств. Первое базовое качество – это выносливость. В жизни это работоспособность, выносливость – это наше базовое качество. Как оно развивается? Оно развивается, ну, бегом, плаванием, длинные дистанции, да, бегаете, плаваете, ходите, в общем, аэробика такая, вот, когда вы делаете тренировки на выносливость, у вас нервная система чувствует себя хорошо, назовем так, отдыхает, да, мышцы работают, связки тоже не напрягаются сильно, отдыхают, но идет нагрузка больше на сердце, кардиореспираторная система, очень хорошо работает, и выезд, очень, тело учится работать эффективно. Показатель какой, когда вы становитесь выносливым, у вас чуть-чуть опускается пульс в состоянии покоя, и вы быстрее восстанавливаетесь. Вы пробежали 30 минут, да, и там буквально через 10 минут вы уже будете себя чувствовать хорошо, или наоборот, вы присели, присели 20 приседаний, через 2 минуты вы уже чувствуете себя хорошо, у вас пульс опустился в норму. Это выносливость. Дальше есть блок силовая выносливость. Уже когда вы не бегаете, уже когда вы делаете силовые упражнения с весом собственного тела. Это следующий компонент, следующая часть тренировки. Тут мышцы будут работать сильнее, уже нужно будет мощнее задействовать нервную систему. Тренировки будут чуть более тяжелыми, они должны становиться чуть более короткими. Но чуть более, скажем так, будут нагружать ваш организм. Дальше есть следующий блок сила или гипертрофия, она называется. Когда вы уже берете либо тяжелые веса, либо начинаете подтягиваться, приседать, отжиматься на одной ноге, на одной руке. То есть вы грузите так себя, что можете сделать максимум 8-10 повторений. То есть такие конкретно уже тяжелые пошли тренировки. Они развивают силу, силу. И они уже будут более энергозатратными и для мышц, и для связок, и для нервной системы. То есть мы еще планку повышаем. И следующий заключительный блок это взрывная сила, да, или абсолютная сила. Либо когда мы хотим пожать на раз, либо когда мы хотим выпрыгнуть, сделать спринт, побежать, мощно прыгнуть. Тут уже полностью задействуются все наши мышечные волокна, наша нервная система на 100%. Связки работают абсолютно. В общем, все тело сконцентрировано в одно движение. Эти тренировки очень короткие, очень короткие должны быть. Но максимально взрывные, чтобы мы задействовали все ресурсы нашего тела. И это все циклы. Когда вы этот цикл проходите, да, общая выносливость, силовая выносливость, потом сила, потом взрывная сила. Вы снова возвращаетесь в начало пирамидки и начинаете с общей выносливости. Пока вы делаете комплекс на общую выносливость, связки, нервная система отдыхает и восстанавливается, да. Когда вы делаете комплекс, не комплекс, а цикл на взрывную силу, то восстанавливается кардиосистема, да. Потому что нет такой на нее нагрузки, ваша задача взорваться, вот. Но эти упражнения очень короткие, они нагружают нервную систему, нагружают связки мышечные волокна, но кардиореспираторную систему наоборот меньше затрагивает. Поэтому вот такая вариативность, не там просто тренируемся, не тренируемся. Нет, вариативность мы тренируемся на, в лайтовом режиме, развивая общую выносливость. Там у нас своя программа со своими цифрами. Потом мы тренируемся силовая выносливость, там своя программа со своими цифрами. Потом сила, потом взрывная сила. И начинаем сначала, но когда мы идем на повторный круг, да, сюда, мы знаем цифры, мы там тоже растем, мы на каждом этапе растем, и так циркулируем нагрузку и развиваемся, вот, развиваемся, что развиваемся гармонично, потому что развиваем все физические качества, развиваемся безопасно, ну и, наверное, это реально веселее как бы. Так, надо не обжираться мясом, чистый белок, сырой, яичный, он усваивается, да, где пост о еде? Все посты мои, которые у меня есть, они в блоге, где блог, сайт alexikonov.com, либо идете в инстаграм, в шапку профиля, и там найдете мой сайт, откройте любую из программ, вверху будет три полосочки, нажмете эти три полосочки, и вы попадете на мой блог, или там можете выбрать все, что захотите, все ищите на моем сайте, он есть, да, кстати, давно, ну, фишка в том, что, конечно, тяжело донести, да, все показать, ты это делаешь, а два года сайт есть, блог есть, и ютуб, а у вас и ютуб есть? Да, конечно, ну, есть, конечно, да, ну, в общем, все есть, ребята, идите, смотрите, развивайтесь, что полезно, используйте, что не полезно, выбрасывайте, только развивайтесь. Все, друзья, я побыл с вами, как? Как называется пирамида? Я не знаю, как называется эта пирамида, это я обучался НАСАМ, есть университет американский, у них я увидел эту пирамиду, это есть наверняка и в институте физкультуры, наверняка меня этому учили, периодизация называется, но я там плохо учился в институте физкультуры, я это научился в университете НАСАМ, вот, но это называется периодизация, везде она, может быть, схемы разные, вот, но вот такое. Все, друзья, напоминаю о том, что идет марафон мощный, если хотите зайти на мощный марафон по стойке, так как сейчас я использую помощника, если вы даже сейчас зайдете, вы все равно начнете его сначала, вот, я рекомендую вам, заходите, если хотите мощно провести этот локдаун, и вообще дать себе импульс, заходите, если есть какие-то локальные, да, там, цели, типа спичак, или восстановление колена после травмы, или болит плечо, или общая физическая подготовка, хотите просто, ну, выглядеть стройнее к лету, ищите либо программы на сайте у меня, в шапке профиля, либо напишите, я, как бы, все вам помогу найти, вот, ну, и Конов Клаб, конечно, welcome, приходите также в следующую субботу в 10.00 по трендим, вроде сегодня хорошо пообщались, я надеюсь, вам был полезен этот эфир, каждому, кто задавал вопрос, большое спасибо, вы красавцы и красотки, потому что задать вопрос в эфире, это тоже нужно иметь характер, вот, спасибо вам за вопросы, спасибо, что тренируетесь, развиваетесь, вдохновляете, все, увидимся в следующую субботу в 10.00 по киевскому времени, все, пока!